Всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. В сегодняшнем видео мы будем заниматься очисткой диска Windows 11 встроенными утилитами. Важный вопрос. Итак, если честно, то среди самых частых вопросов пользователей всех версий винды это как очистить диск от ненужных файлов, особенно если речь идет об SSD. Есть известные сторонние программы для очистки диска Windows, это понятно, но можно использовать и имеющиеся системные инструменты, это очень важно. Итак, в этой небольшой инструкции мы подробно расскажем про встроенные утилиты Windows 11 для очистки диска от временных и других ненужных файлов, позволяющие в том числе производить автоматическую очистку. 11 винда, поехали! Итак, первый вопрос нашего видео. Как очистить диск с 11 виндой от ненужных файлов в папке параметры? Итак, первый из способов, а точнее это целый набор инструментов очистки диска в Windows 11 доступен в параметрах. Шаги будут у нас следующие. Итак, первое, заходим в параметры, ну вы знаете, как это, ну элементарно, кнопка пуск, параметры. Далее идем, система и далее открываем пункт память. Пункт номер два. Итак, в открывшемся окне вы сможете увидеть информацию о том, чем занято место на диске с возможностью удалить ненужные данные. Пункт номер третий. Итак, если нажать по любой из категорий, например, приложение, компоненты, временные файлы, другое, там отобразится информация о том, что именно входит в эту категорию и занимает место. В отдельных категориях, например, временные файлы, доступно их удаление. На эту тему на нашем канале у нас есть, на канале Компьютерная Академия, есть отдельное старое видео под названием «Как узнать, чем занято место на диске». Смотрим, разбираемся и не делаем глупых ошибок по непонятному удалению непонятных файлов. Идем далее. Пункт номер четыре. При нажатии «Показать больше категорий» отобразится более полная информация о том, чем именно занято место на системном диске. Например, можно оценить место, занятое системными и зарезервированными файлами. А при нажатии также можно узнать, что именно входит в этот список. Полезно. Пятый пункт довольно-таки интересный. Итак, раздел «Управление хранилищем» позволяет выполнить очистку диска. Основной пункт здесь – это контроль памяти. При переходе в раздел вы можете включить и настроить автоматическую очистку диска и, если требуется, запустить ее вручную, нажав кнопку «Запустить контроль памяти сейчас». Она расположена внизу окна настроек контроля памяти. Пункт номер шесть. При открытии пункта «Рекомендации по очистке» вы получите информацию о временных и неиспользуемых файлах и программах, список больших файлов на диске, информацию о занятом месте в корзине и папке загрузки с возможностью очистки этих данных. Прекрасная вещь. Идем далее. Ну и по окончанию первого вопроса добавлю следующее. Функции анализа хранилища и очистки диска в параметрах Windows 11 достаточно базовые, но могут быть полезными, особенно для наших начинающих пользователей. Важное преимущество по сравнению с использованием сторонних программ очистки. Вы получаете гарантированно, вы почти, будем говорить так, гарантированно ничего не сможете испортить в работе вашей системы. Потому что это же сама система ненужная удаляет. Удаление любых предлагаемых к чистке данных безопасно. За исключением, возможно, папки загрузка, если вы храните в ней что-то важное. Так что доверяйте самой системе. Продвигаемся далее по нашему видеоролику. Второй вопрос. Утилитка, очистка диска с возможностью удаления отдельных неиспользуемых системных файлов. Итак, как и в предыдущих версиях системы, в 11-й, на нашей новой 11-й Венде, остается и исправно работает отдельная встроенная утилита под названием очистка диска. Во многих случаях позволяющая очистить больше ненужных данных, чем рассмотренный раздел память в параметрах в нашем первом вопросе. Итак, шаги для использования очистки диска будут следующими. Нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке пуск и выбираем пункт «Выполнить». Или, кто у нас любит поклацать на клавиатурке, клацаем «Win» плюс «R» на клавиатуре. Открывается окно «Выполнить». Второе. Вводим в этом окне следующее словосочетание «Clean» – «MGR» – «Clean Manager». От этого слова в диалоговое окно «Выполнить» и нажимаем «Enter». Идем далее. Пункт номер три. При появлении запроса выбора диска выбираем нужный диск для очистки. Четвертое. Отобразится базовый список файлов, которые эти файлы, в принципе, не требуются и которые можно удалить. Обычно они занимаются не слишком много места на диске. Хотя, всякое может быть. Идем далее. Пункт номер пять. Если нажать кнопку «Очистить системные файлы», сканирование будет выполнено повторно. Но список файлов, которые можно будет удалить, и объем данных окажется гораздо больше. Пункт номер шесть. Для очистки диска от ненужных файлов отметьте нужные пункты, нажмите «Ок» и дождитесь завершения удаления файлов. На некоторых слабых компьютерах это может занять продолжительное время. Так что не спешим, позволяем данной утилите поработать. Ну и по окончании нашего видео скажу следующее. У нас есть, конечно, еще различные варианты. Например, запуск утилита, очистка диска в расширенном режиме. На канале Компьютерная Академия есть это видео. Там уже побольше у нас получится удалить всякого лишнего. И побольше освободить место на самом важном месте. Это диск C. Также на Компьютерной Академии у нас есть видео, как почистить папку driver.store. Slash файл репозиторы в System32. Это отдельное такое специализированное видео. Вот как раз вот в этих папках содержатся очень многие лишние файлы. Они занимают довольно-таки большое место, гигабайты. И на нашем небольшом диске C они занимают нужное нам место. Так что обращаю ваше внимание на канале Компьютерной Академии. Много есть видосов, посвященных именно данному вопросу. Так что удачи вам, всего самого хорошего. И пользуйтесь правильной новой одиннадцатой виндой. С нами будет интересно.